Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. Субтитры делал DimaTorzok Многоуровневый контроль, начиная от закупки строительных материалов, выпуска смеси и заканчивая укладкой асфальтобетона. Контролирует как сами подрядные организации, так и специалисты Департамента автодорог и общественники. Наш репортаж с завода по производству асфальтобетона, где сотрудники лаборатории рассказали о тестировании материалов. Чтобы новая дорога не портилась после проезда больших грузов и перепадов температур, идеальное дорожное покрытие изготавливают на асфальтобетонных заводах. В этом году в Ульяновской области запустят сразу четыре таких предприятий. Заводы приобрели подрядные организации, которые занимаются строительством и ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Производственные площадки монтируют в Ульяновске, Индии, Корсуне и Меликесском районе. Данный завод может производить все типы асфальтобетонных и щебёночно-мастичных смесей в соответствии с действующими ГОСТами. На данном заводе установлена высокоэкономичная горелка производства ЕС. Установлена высокоэффективная система очистки отходящих газов. На заводах смогут производить до 200 тонн асфальтобетона в час. Всё производство автоматическое и экологичное. В конструкции установлены специальные фильтры. Это даёт возможность поддерживать безопасный режим работы. Прежде чем превратиться в дорожное покрытие, всё сырьё проходит контроль лаборатории. Тщательно тестируют и уже готовую продукцию. Главная цель – посмотреть, как асфальт будет вести себя на дороге. Мы изначально можем, вот, например, на этой печи, мы можем битум состарить и посмотреть, что с ним произойдёт по стечению времени. Затем мы можем проверить этот же битум состаренный уже на реометре, посмотреть его температурные режимы, при которых нам лучше будет работать, чтобы получить качественное асфальтобетонное покрытие. Обязательное условие – асфальт должен содержать определённое количество воздушных пустот. Ни больше, ни меньше. Нужно это для того, чтобы дорога прослужила как можно дольше. При высоких и низких температурах битумно-вяжущие вещества в асфальте расширяются и сужаются. Если он будет переуплотнён, то есть будет меньшее количество содержания воздушных пустот, он начнёт трескаться, то есть срок службы его намного уменьшится. Ну и, соответственно, если очень много воздушных пустот, при переходе через ноль попадает влага, его начинает рвать асфальт. Уже после того, как дорогу отремонтируют, образцы материалов также будут отобраны на анализ уже независимыми лабораториями. В этом году дороженькам предстоит отремонтировать 140 километров трассы и ввести в эксплуатацию три новых дороги. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Прививочная кампания против COVID-19 в нашем регионе набирает обороты. В Ульяновской области охотнее всего вакцинируются граждане пожилого возраста. Уже не приходится прибегать к убеждениям в этой возрастной группе о необходимости сохранить своё здоровье в сложных эпидемиологических условиях. Подробности у Антона Никонова. Укол свободы. Для 65-летней пациентки городской поликлиники номер 2 ЦК МСЧ Натальи Викторовны завершается второй этап вакцинации против коронавируса. Женщина проходит уже знакомый маршрут. В его план входит допуск вакцинации от врача-терапевта, оценка текущего состояния здоровья. Ну и, конечно, непосредственное введение второго компонента вакцины, а затем получасовое ожидание в комнате медицинского наблюдения. Спустя ещё 21 день женщина с высокой долей вероятности будет полностью защищена от тяжёлой инфекции. Однако, как поясняют врачи, по прошествии этого времени всё ещё необходимо будет соблюдать меры индивидуальной защиты. Носить маски и перчатки, а также не нарушать социальную дистанцию. Сейчас я прошла второй этап вакцинации. Первый перенесла очень хорошо, без каких-либо побочных проявлений. И я считаю, что вакцинироваться нужно. Это важный момент, особенно людям пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний. А вот работник станции юных натуралистов Александр Куликов не смог себя уберечь. Мужчина достаточно тяжело перенёс острый период заболевания COVID-19. Сегодня он всё ещё находится на стадии восстановления. Ему можно будет вакцинироваться теперь не менее, чем через полгода. Прививку мне ещё сделать рано, болезнь продолжается. Но советую всем, всем советую прививаться. Болезнь эта очень страшная. По словам врача общей практики Елены Дороговой, за полтора месяца её работы в кабинете медицинского осмотра перед вакцинацией, большинство людей настроено оптимистично. Очень отравно, что идут и молодые, но и люди в возрасте. Переносят прекрасно. Побочные явления, как и при всякой прививке, минимальные. Никаких сложных, каких-то таких серьёзных осложнений не было у нас. Охотно прививаются и коллективы крупных предприятий города. С этой целью мобилизована выездная прививочная бригада непосредственно на территории организаций. На сегодняшний день привито 1013 человек. Это представители Ульянского механического завода, Ульянского автозавода, Центрального управления МЧС по Ульянской области, Росгвардии, ПАОТ-Плюс, ну и много других предприятий. В социальных сетях наблюдается взволнованность по поводу нехватки вакцинируемого препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Как уверяет руководство поликлиники, такая информация необоснованная. Те пациенты, которым был введён первый компонент вакцины, со стопроцентной уверенностью могут быть спокойны, что ровно через 21 день они получат и вторую дозу препарата. На сегодняшний день в Ульяновской области вакцинировано более 36 тысяч человек. Из этого числа уже порядка 12 тысяч полностью завершили вакцинацию вторым компонентом. На этой неделе в регион поступило ещё 11 200 доз препарата «Спутник ВИИ». Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ. Очередной скандал, связанный с качеством отопительного сезона для жителей целого микрорайона Димитровграда, разразился на заседании финансового комитета местной городской думы. Жители многоквартирных домов на улице Осипенко, которые уже несколько недель пытаются добиться от местных коммунальщиков нормализации температуры воздуха в своих квартирах, заявили, что не хотят платить за некачественно предоставленную услугу. Как отреагировали на громкое заявление местные депутаты, расскажет Наталья Васильева. Очередное заседание комитета по финансовой и экономической политике гордумы Димитровграда получилось трёхчасовым и довольно горячим по накалу страстей. Депутаты рассмотрели 9 основных и 3 дополнительных вопроса. Одно из решений комитета – направить Александру Ерышеву требование созвать внеочередное заседание для выбора заместителя председателя думы, который мог бы восстановить рабочий процесс данного органа власти, оказавшегося парализованным из-за отказа спикера, выносить на обсуждение один единственный вопрос и его постоянного отсутствия по причине плохого состояния здоровья председателя. Сегодня он здесь был. Если я понимаю, что человек, допустим, очень больной, он лежит там как-то под капельницей, если человек спокойно перемещается, поднимается на четвертый этаж, я думаю, что его состояние здоровья не вызывает особых опасений. Это раз. Во-вторых, прийти на полчаса рассмотреть один единственный вопрос о выборе заместителя председателя, и потом можно болеть хоть до скончания веков. Ничто в Думе тормозиться тогда не будет. Зам председателя может спокойно будет проводить. Также депутаты проголосовали за рекомендацию главе города расторгнуть трудовой договор с его замом по соцвопросам Людмилой Шишкиной. По мнению некоторых парламентариев, госпожа Шишкина не справляется со своими обязанностями. Отчет первого заместителя главы города вообще вызвал массу вопросов, так и оставшихся, на наш взгляд, без нормальных ответов со стороны чиновницы. С какого времени у нас отсутствует начальник образования? Хотел бы уточнить по вопросам именно проектов, которые есть в администрации города. Я вам сказала, есть программа правопорядок. Проект, программа. Нет, вы должны понимать о том, что у нас с вами... К проектной деятельности администрация города пока еще не перешла. Нет проектных офисов. Хотелось бы, знаете, какую-то больше квинтэссенцию получить, и не с уровня ваших исполнителей, а именно ваш такой менеджерский взгляд по этому поводу, как вы видите решение этих проблем. Потому что у вас огромный опыт, и хотелось бы все-таки вот это увидеть, а не просто констатацию фактов. Ну, это мы как бы читали в врачах. Довольно жарким получилось и обсуждение прохождения в Димитровграде отопительного сезона, стартовавшего в городе 7 ноября 2020 года. Все теплоисточники находятся в работе на сегодняшний день и обеспечивают теплоснабжение потребителей согласно ранее утвержденному температурному границу. Что касается аварийных ситуаций на инженерных сетях и на обедах жилищных коммунальных комплексов, то аварийных отключений, аварийных ситуаций и за период прохождения этот сезон, которые могли повлиять на обеспечение жизнедеятельности в городе Димитровграде, не произошло. Но были сфиксированы ряд внеплановых технологических отключений. Неприятным сюрпризом для бодро отчитывающегося о сделанном перерасчете жителям домов на улице Осипенко представителям МУП «ГорТепло» стало присутствие в зале людей на протяжении нескольких недель, замерзающих в своих квартирах. Перерасчета не было. Люди возмущены откровенным враньем со стороны тех, кто по сути должен ночевать и дневать на проблемной котельной до полного устранения неполадок. Они устали платить за услугу, которая им не предоставляется в полном объеме. И устали от бодрых отчетов коммунальщиков, которые за несколько недель, а то и месяцев, кормят обещаниями и их, и вышестоящее руководство. Один только визит представителя регионального правительства, чего стоит, когда и чиновнику из Ульяновска, и замерзающим жителям был обещан перерасчет. В итоге депутаты Финкомитета потребовали от димитроварских коммунальщиков полную информацию о перерасчетах за некачественное тепло в домах на улице Осипенко. Срок для исполнения – несколько дней. Наталья Васильева, Виталий Немов, Александра Кондратьева. Специально для Улправда ТВ из Димитровграда. Направляли деньги в нуждающиеся отрасли, принимали помощь от федералов. Каким был 2020 год с точки зрения специалистов финансовой и экономической сфер, рассказали в областном парламенте. Почему Ульяновская область стала меньше платить за обслуживание госдолга, расскажет Виктория Черкова. В сложный год полное ограничение остался позади. Главы Министерства экономики и финансов рассказали о результатах проделанной работы. В законодательном собрании представили цифры статистики. В разгар пандемии пострадала сфера предпринимательства. Для бизнеса в прошлом году были организованы меры поддержки. 430 миллионов рублей спасли более 2000 подрядов. Это и снижение административных барьеров, это и прямое софинансирование затрат, это и дополнительные займы на выплаты, в том числе и зарплаты. Предприниматель Дмитрий Акулин занимается ресторанным бизнесом. Коммерсант признается, выживать в режиме ограничений было сложно. Остаться в обойме ему помогло государство. Инструменты, разработанные в Министерстве экономики, оказались эффективными. Частичное субсидирование арендных платежей и коммунальных, которым мы благополучно воспользовались, а также важное решение. Ввиду отмены на федеральном уровне единого налога на миллионный доход, региональное правительство, Минэконом, выпустило льготную систему налоговложения по упрощенной форме в виде 1% вместо 6%. Благодаря правительственной поддержке 13 тысяч людей избежали безработицы. Промышленность также не скатилась по показателям. Около тысячи рабочих мест создали на предприятиях во время пандемии. В 2021 году необходимо сохранить результаты и двигаться дальше. Основные направления для нас, мы понимаем, это восстановление в полном объеме промышленного производства. То, которое незначительное снижение было у нас в 2020 году. Поэтому индекс промпроизводства на 2021 год мы для себя планку ставим 103%. Это, конечно же, продолжение создания новых рабочих мест. Сфера финансов в прошлом году не понесла потерь. Напомним, доходная часть составляла более 56 миллиардов рублей. В итоге прибыль выросла на 800 миллионов. Среди регионов по Волжье Ульяновская область заняла третью позицию по темпам роста. Структура расходов, как и в прежние годы, сохранила социальную направленность. Федеральная поддержка тоже была оказана беспрецедентной. Мы получили почти дополнительно 10,7 миллиарда рублей, в том числе и на мероприятия, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, и на поддержку экономики, и на выплаты медицинским работникам, которые непосредственно участвуют в лечении больных. Парламентарии приняли отчеты глав министерств. Эффективность работы Минфина и Минэка оценил председатель комитета ЗАГСобрания по бюджету Александр Чепухин. Налоговая ставка же не менялась по МДФЛ, а если мы получили плюс, значит это рост заработных плат, это новые рабочие места и, конечно, выход бизнеса из тени. То есть все эти три показателя, опять же, работа и Министерства экономики, и Министерства финансов. Чепухин высоко оценил работу Минфина. Например, за постоянно растущий госдолг Ульяновская область стала платить меньше, чем в прошлые годы. Так получается благодаря тому, что специалисты Министерства выжимают минимальные ставки по заемным средствам. Будь то это облигации или же кредиты. Виктория Черкова, Артем Куранов, Улбправда ТВ. На дорогах региона ограничат движение тяжеловесного транспорта. С 1 по 30 апреля в Ульяновске введут временное ограничение движения транспортных средств, превышающих предельно допустимых нагрузок на оси. Напомним, для одиночной тележки этот показатель составляет 5 тонн, для двухосной тележки 4, а для трехосной – 3 тонны. Данные временные ограничения движения в весенний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, а также на перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений почты и ряда других грузов и видов техники. А после апрельских ограничений с 20 мая по 31 августа будет введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Отработать совместные действия, определить наиболее эффективные и целесообразные методы работы командиров и подразделений, а также обменяться опытом. С такой целью в Ульяновскую область на совместные миротворческие учения с ульяновскими десантниками прилетели военнослужащие из Белоруссии. Рината Алиулова с подробностями из аэропорта Ульяновск-Восточный. Их встретили хлебом да солью. В аэропорт Восточный прибыл самолет. На борту Ил-76МД бойцы сил специальных операций Республики Беларусь. Военнослужащие прибыли в Ульяновскую область на совместные учения с российскими десантниками. Это первое российско-товоросское учение. 16-19 марта будет проведено на территории Ульяновской области. Тематика учения подразумевает бродотворческую деятельность. Подготовлена программа и план учения по боевой подготовке. Подготовлены культурно-досудовым мероприятиям, спортивным мероприятиям. Четыре дня – это активная фаза совместных учений. Перед этим в течение недели на полигоне Поливново и на служащей двух стран проведут боевое слаживание сводного подразделения. Основная, наверное, цель – это дать практику командирам в их действиях, в действиях подразделений, совместных коллективных миротворческих. Бесценный опыт, который необходимо перенять для того, чтобы в дальнейшем его использовать. Посмотреть методы управления штабов, подразделений при выполнении миротворческих задач. Всего в учении задействованы более 400 военнослужащих. Около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского десантного штурмового отделения и около 80 солдат из Белоруссии. Свой профессиональный праздник отмечают работники архива. В Ульяновской области этот день встретили межрегиональной конференцией «Местное самоуправление. История и современность». Поделиться опытом с ульяновскими архивистами приехали гости из столицы. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это выражение проверено не одним столетиям. А потому труд работников архивов так важен для сохранения истории. 10 марта архивисты отмечают свой профессиональный праздник. Поздравить ульяновских работников архивной службы приехал губернатор. Отличившиеся сотрудники получили от Сергея Ивановича ценные подарки. Среди них нагрудный знак Федерального архивного агентства, почетные грамоты и благодарственные письма. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, какое количество их обращается в архивы с разными запросами. Ваша работа очень важна для исследователей, которые продолжают изучать историю родной страны, историю родного края. Важна для студентов, для аспирантов, в том числе и для уже именитых ученых, которые защитились на архивных материалах. Среди награжденных Татьяна Герасимова. Своей профессии женщина отдала 28 лет. Татьяна признается, свое дело выбрала случайно. Однако до сих пор идет на работу с удовольствием. Любит то, чем занимается. Так сложились жизненные обстоятельства, что в 1993 году я вошла в стены Государственного архива Лианской области. И тот вид работы, на который меня поставили, он мне очень был не то, что знаком, а понятен. Это работа с людьми, с людьми я работать люблю. Хочется им оказывать посильную помощь в их, как говорится, проблемах. После поздравлений и вручения подарков началась межрегиональная конференция «Местное самоуправление. История современность». Гостями стали архивисты из Пензенской, Нижегородской области, а также Республик Мордовия, Башкортостан и Чувашия. Поговорили о предстоящих проектах цифровой трансформации документов, внедрении систем искусственного интеллекта. Самой первой из федеральных экспертов выступила Наталья Лукьянова. Женщина отмечает, что единственное отличие архивной службы в Ульяновске и Москве – темп работы. Почему так кажется, что столицей мы чем-то отличаемся? На самом деле мы отличаемся, наверное, только скоростью, динамикой, которая действительно сумасшедшая немножечко. А так все тоже самое осваивают коллеги. И только может быть здесь более такая обстановка, когда есть возможность подумать. Конференцию посвятили 150-летию со дня основания Симбирской городской думы. Также к юбилею работники Госархива подготовили выставочный проект в рамках фестиваля «Архивный хронограф». В экспозиции показаны основные этапы развития нашего города. Эта выставка не столько об истории представительного органа, она об истории нашего города Симбирска-Ульяновска. И здесь, пожалуй, ключевые веки развития 19-го, начало 20-го века связаны с решениями Симбирской городской думы. Это и электрификация, строительство электростанций, строительство дорог, тротуаров и многое другое. В завершении праздника министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова подвела итоги работы в развитии архивного дела за 2020 год. В прошлом году архивы области проводили комплекс мер по повышению уровня безопасности документов. Также начата работа по развитию волонтёрского движения. В архивы поступило новое современное оборудование для сканирования, а также программно-аппаратный комплекс по обеспечению удалённого доступа населения к оцифрованным документам. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ. По информации синоптиков, в предстоящие сутки ожидается потепление. Днём столбик термометра удержится на отметке минус 7 градусов по Цельсию. Ветер западный – 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин